Стрельцы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцар. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы с вами будем смотреть ваш второй прогноз на апрель 2021 года. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Первая основная колода это у нас черная на золоте, имитированное здание. И вспомогательная колода это золотая венецианская Норман под редакцией Евгения Винницкого. Итак, для тех, кто впервые на моем канале, рассказываю, как мы с вами будем устраивать работу. Мы с вами посмотрим событийный ряд в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Также мы запросим общую энергию месяца, совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам данный месяц. И на венорман мы с вами посмотрим неожиданность данного периода. Напоминаю, ребят, что расклад общий, отыграться для всех однозначно не может, так как знак зодиака у вас один, а сцениденты у всех разные. Я спешу поздравить наших милых девочек, девушек, мамочек, бабушек, женщин с этим прекрасным праздником 8 марта, так как снимаю сегодня именно в этот день для вас расклад. Поэтому будьте любимыми, счастливыми, здоровыми, благоденствия вам, радости, достатка. Самое главное, чтобы вы могли себя реализовать, быть значимыми, быть нужными. Ну а самое главное, счастливыми. Поэтому пусть не только в этот день, но и во все периоды вашей жизни у вас все играет красками. Ну а мы на текущий момент начинаем смотреть расклад для стрельцов. Итак, общие энергии месяца. Что у вас здесь? Здесь ситуация по работе, финансы, здоровье, личная жизнь, совет от карт. Так, надеюсь, арканы вам хорошо видно. Ну давайте посмотрим. Итак, общие энергии месяца. Терпение и труд все перетрут. Десятка жезлов говорит о том, что апрель для вас ознаменуется, когда навалилось все сразу, а брал везде. На работе, бытовые аспекты, личная жизнь, у кого-то учеба, вопросы здоровья. То есть все и сразу и одновременно. Карта, которая говорит о том, что крепитесь, силы вам понадобятся, потому что дел будет уйма. И все нужно будет, знаете, как успеть вывести. Пятерка мечей еще говорит о том, что на фоне этой эмоциональной, физической усталости могут быть и ряд конфликтов, причем как на работе, так и внутри семьи, потому что это из-за того, что вы тянете все на себе. Вот чтобы эта ситуация у вас не проигралась, пытайтесь делегировать обязанности либо между членами семьи, коллегами, ну или таким образом ставьте ситуацию в общении с другими людьми, чтобы вам не садились на шею, потому что, к сожалению, зачастую вы слишком толерантные, мягкие, и, как следствие, многие этим пользуются. Что в плане работы? Туз жезлов. Новые начинания, новые возможности, новый этап. Итак, если на текущий момент вы в статусе неработающего человека, как вариант, вы в декрете, вы неработающий пенсионер, это для вас новая ниша, новая задача и реализация, где вы сможете работать не только для себя, для души, но и получать еще от этого монетизацию. Если вы в статусе соискателя, это успешно пройденное собеседование и трудоустройство. Если вы наемный сотрудник, новая должность, новая должностная инструкция, даже вот туз мечей, два туза у вас в связке, шикарные перспективы. Если у вас его собственный бизнес, дело, за которого вы возьметесь воодушевленно, будете начинать раскручивать, развивать. Потому что здесь, как показывают арканы, у вас замечательные перспективы, поэтому нужно успеть все реализовать. В плане денег по восьмерке жезлов доход здесь есть, денежные переводы, либо вам будут дети помогать финансово, то есть получение денег здесь есть. Но в чем особенность данного аркана? Деньги как быстро пришли, так и ушли, потому что аркан скорости. Деньги не будут задерживаться в руках, не будут возможности отложить, либо на что-то накопить, потому что будет слишком много трат. У кого-то это траты связаны с поездкой, с переездом, могут быть бы какие-то бытовые аспекты, но деньги будут уходить очень быстро. Поэтому, закрыв все свои базовые потребности, вы сможете, но накопить, к сожалению, в рамках этого месяца нет. Здоровье. По шестерке пентаклей должен быть баланс. Баланс режима дня, питания, труда и отдыха. Здесь вам нужна помощь, потому что здесь это уже, когда вы слишком в долгий ящик откладывали ваши заболевания, в принципе, состояние здоровья. Карта, которая указывает на то, что необходимо пройти обследование, уделить внимание своему организму. Здесь и лечение хронических заболеваний, и обследование, и поддержание, знаете, как вашего состояния в норме. Потому что, если смотреть, ну вот, жрец, это обращение к врачу. Кстати, в связке арканов, которые у вас здесь ложатся, это не только вопросы суставов, но и у многих стоматология, которая даст о себе знать элементарно, там, пломбы и так далее. Но сможете восстановить себя всецело. Что у вас по вопросам личной жизни? Здесь ситуация некого отчаяния, но оно как бы неудивительно. Почему? Потому что вне зависимости от того, в отношениях вы или свободны, у вас на повестке дня одни задачи. Замужем за работой. Либо за тем рядом бытовых нюансов, которые на вас здесь навалились. Но все-таки давайте посмотрим, так как вы все абсолютно разные. Кто-то свободен, кто-то в союзах. Поэтому мы будем просматривать ситуацию для каждого. Итак, для тех, кто свободен на текущий момент. Ну, жрец указывает, в первую очередь, на то, что вы будете либо все в учебе, в процессе, в обучении. Некоторые могут быть озадачены вопросами здоровья, либо внимания за пожилыми людьми и будет не до личной жизни. И еще, как вариант, здесь может пройти знакомство, но человек будет не свободен. Потому что данный аркан очень часто нас указывает на людей не свободных. То есть замужние, женатые. Поэтому у вас будет некая такая ситуация отчаяния. Для тех, кто в любовных треугольниках. Ситуация останется неизменной. И вот поэтому вы здесь по четверке кубков. Это обидно, досадно, наладно. Идет некий момент присущения. Если у вас не свободен любовник или любовница, вы четко понимаете, что он останется в семье или она. И тут верным решением будет желание отойти, избавиться от этого союза. И если вы в союзе, то есть вы в семье, несмотря на всю каверзность ситуации и присущение, но вы будете здесь сохранять брак. Не важно, что вас связывает. Материально-имущественные аспекты или дети. Но акцент здесь на сохранении семьи. Если же у вас стабильные связи. Четверка кубков и смерть. Кардинальные перемены. Это как топнуть ножкой. Надоело отсутствие внимания, отсутствие заботы. И вот здесь будете негодовать. Потому что здесь по Тузу Пентакли, вы будете показывать, либо заявлять, что я достойна или достойна большего, лучшего. Или я хочу перемен. Я хочу нового формата во взаимоотношениях. Большего внимания, большего какой-то помощи, каких-то вложений. Потому что вы здесь будете бить на акцент, что если этого не будет, возможно, я пойду в поисках нового. Нового союза, новых отношений. Так, что у вас здесь в плане совета и рекомендаций? Королева мечи указывает ситуативно в первую очередь. Если есть на повестке дня вопросы со здоровьем связанные, то это обращение к врачу. Если на повестке дня вопросы связаны с документами, то есть нотариального характера, обращение к юристу, нотариусу, либо адвокату. Тоже сюда же. Ну а в принципе сам по себе аркан призывает вас быть холодными, рассудительными, гасить свою вспыльчивость, свою эмоциональность, ко всему подходить строгим таким логическим расчетам. Быть немножечко бездушными. Объясню почему. Потому что здесь никаких эмоций, здесь четко выверенный интеллект в решении тех, либо иных задач. Потому что именно когда вы сможете гасить свои эмоции, вы сможете добиваться больших и лучших результатов. Причем в любой нише, чего бы она ни касалась. Еще данный аркан часто указывает на обращение за помощью, начиная от практика до женщины, воздушной стихии, весы, водолей, либо близнецы, которая может вам дать дельный совет, рекомендации, либо помочь решить какую-то вашу проблему. Ну давайте посмотрим на неожиданность данного периода. Какова здесь ситуация. Что у вас здесь? Плетки, сад и сиськи. Ну как положиться, так и озвучиваю. Очень много сплетен, очень много пересудов в вашем окружении. Причем это будет касаться, смотрите, как ваших детей, так и, например, вас самих. Тут будут нам инкриминировать связи, например, которых у вас нет. То есть в принципе могут быть пересуды касаемо вашего окружения, общения, вашего прошлого. То есть каким-то образом могут быть попытки, знаете как, ущипнуть у вас за живое, уколоть ваш, каким-то образом подорвать ваш авторитет. Потому что здесь однозначно идет накал страстей. Делается это из-за вопросов зависти, как в личной жизни, так и успешности в плане материального благополучия. Потому что карты, которые здесь ложатся, указывают, что либо однозначно здесь будет такая скрытая, завуалированная зависть к вопросам финансов, либо к вопросам вашей личной жизни. Поэтому и будут здесь попытки несколько вас очернить. Но ничего у них не выйдет, потому что арканы, которые здесь ложатся, говорят о том, что и правосудие, и в принципе сам аркан возможностей, судьбы и кармы указывает на то, что ситуация на вашей стороне. И будет у вас ситуация по принципу, не было бы счастья, так несчастье помогло. Потому что окно, вот это вот аркан судьбы и аркан джокера, они указывают ситуативно на то, что вы сможете решить любую проблему или ситуацию в свою пользу. Если мы с вами проанализируем в целом месяц, старший аркан у нас идут только здесь как допы, поэтому месяц не является значимым либо знаковым. Он больше такой, как проходящий, но такой, как подготовка к маю месяцу. Вот в мае у вас уже будут какие-то перемены. А здесь вытягивать эту ситуацию. В любом случае, перекрою для вас все негативные карты позитивным арканом, чтобы у вас отыгрались только значимые яркие моменты. И буду ждать от вас обратной связи. Поэтому с вас лайки, комментарии, подписка на канал. С вас обратная связь, с меня как можно больше новых видео. Я искренне вас благодарю, с вами не прощаюсь. Если вас интересуют вопросы обучения на Таро, либо индивидуальные консультации, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои голосовые, либо текстовые сообщения на Viber или WhatsApp. Мой админ Анастасия с удовольствием ответит на ваши вопросы. Итак, до новых встреч!